В общем на этом заканчивается история с Теслой. С ней в принципе ничего не нужно делать, просто закрываешь дверь и уходишь. Не глушить, ничего, никакой кнопочки, ничего нет. Итак, мы только что сдали Тесл, съездили на ней в Красную Поляну, посмотрели, вернулись обратно. И сейчас вопрос, мы берем машину в аренду, стоит ли нам ехать в Абхазию? То есть мы берем тачку и едем ли мы в Абхазию? Да или нет? Погнали! Итак, в общем, мы взяли вторую машину в аренду, в этот раз у нас Hyundai Solaris, ничего fancy, самая обычная машина. Я устроил вопрос у себя в голосовании насчет того, стоит ли нам ехать в Абхазию, и вы выбрали то, что нам стоит ехать в Абхазию, и вот они мы едем по Абхазии. Ну, в принципе, Абхазия, что еще сказать-то? Вот эти пальмы, которые растут здесь, это очень красиво. Вот так вот едешь по дороге, у тебя вокруг такая вот аллея, где очень много зелени, разных пальм много растет, и это очень красиво, это очень круто. Ну ладно, и здесь, и здесь, и здесь. Итак, Кео, всем привет. По моему несчастливому лицу можно сказать, что у нас есть две новости. Она хорошая, она плохая. Начнем с хорошей. Нет, начнем с плохой. Нет, начнем с хорошей. Мы в Абхазии. Это первое. И это классно. Здесь красиво, и мы уже зашли на какую-то заброшку. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Вот так вот как-то выглядит. Плохая новость. Плохая новость в том, что у нас в баке осталось бензиновых километров на 200, а чтобы проект маршрут, плюс-минус, который мы хотим проехать, нужно километров, ну, 250-300. Но мы не можем заправляться здесь. Нам нельзя здесь заправляться, правила компании, потому что здесь плохой бензин. Я очень тяжелее, потому что мы могли остановиться и заправиться в Адлере, но мы этого не сделали. Я думал, нам хватит, но оказывается, что нет. Прикинь, если, короче, здесь туман завести, просто какую-нибудь дым-машину и сделать крутую съемку. Повисать на этом крюке. Смотри, это так крипово. Типа, где-то я такой первый раз в жизни вижу, смотри. В общем, мы в таком месте. Прикольно. Хочу наверх. Здесь так страшновато, короче. Здесь все такое ржавое. Кажется, что может рухнуть. Погнали еще лучше. Что, в сталкеры играли? Не знаю, как вы. А я не играл, но я играл в Fallout. И это очень похоже на Fallout. Так, как я понимаю, вот здесь блок управления раньше был. То есть отсюда можно было заправлять всей этой бежухой, которая происходит как бы во всем здесь заводе. Упс, извините. Большой потенциал у этого места на самом деле. Здесь можно много чего придумать, но у нас нет на это времени. Айда, быстренько что-нибудь замутим и... Так, наверное, самая норма это вот здесь. Кто-то стоит, стоит. Пока еще. Я иду по такой тоненькой этой штуке. Типа знаешь, как ты идешь по квартиру, но только... Да давай, начали лишь BTC. Короче, я буду медленно зумить, а ты будешь накладывать на монтаже тревожную музыку. Че, погнали? Ой, ё-ой-ё. Ну, то че, по отсунку не отшли, у нас? Нет, кастрю. Нет, кастрю. в детстве всегда была мечта пробежаться или пройтись внутри такой штуки не знаю как у вас но мне всегда это было и как бы можно было бы попробовать это сделать сейчас но если присмотреться то там все такое гнилое там прям деревяшки очень гнилые и выглядит все очень небезопасно так а в общем чем остановились то ехали ехали мы такие не нам не нам интереснее по мостику пройти это можно сделать да вижу и чё по ним нельзя пройти нет а он закрыт или как а перелезть все спасибо окей возможно это моя последняя прогулка так не мне страшно типа тебе это не выглядит безопасно слова совсем нисколько я я сейчас понимаю один неверный шаг и я внизу блин это прикольно а то есть мы щит Здесь надо многое что видеть, надо ездить и поделиться. Забрались, йо! Вот такой вот каньон, горная речка, просто красивый вид. Знаете, что самое забавное? Что вся эта поездка, она спонтанная, то есть мы просто на ходу, типа, что делать? Блин, а да погнали в Абхазию, погнали, все, типа, просто замутил вопрос в Инсту, все такие, типа, да, поехали. Ну, мы поехали в Инсту, окей, поехали в Инсту, лол, поехали в Абхазию. Как бы да, спасибо, ребят, за то, что вы сделали мой день, спасибо за то, что дали нам возможность поехать в Абхазию. Господи, что бы я бы делал без вас вообще? Все, в общем, у меня рука устала, пожалейте меня, погнали. Блин, это очень круто, это очень круто. Я в восторге. Блин, Абхазия, господи, Абхазия. Я был здесь, я знал, что здесь такие виды есть, но сегодня просто такая погода и, блин, просто улыбка с лица не входит. И вся дорога такая, просто вся дорога такая, всю дорогу такой, ааа, вааа, где, что, ааа. Пахнет здесь очень круто. Бежит. Во, давай-давай, хороший, ну, давай-давай-давай, сделай это на 75, ну, узкую вот эту щелину, давай-давай-давай, ну, я верю в тебя. Так, ну и оказываемся мы с вами, блин, зачем здесь играет музыка? Ну, как бы такое место, да, сейчас покажу, какое место, место вот такое. И играет музыка. В общем, сейчас мы пойдем туда на обзорную площадку, поделаем классных фоток, поснимаем что-нибудь, что еще, что еще. Ну, все, наверное, да. Открывается вот такая вот панорама. Ну, я думал, что-нибудь взять, и такой сейчас иду, и думаю, смотри, типа, вот работает там девушка, прикинь, она, типа, работает, и вот у нее вот такой вот вид сзади каждый день. Да. Просто прикинь. Если честно, то я не знаю, что здесь еще показать. Здесь можно очень много наснимать всего красивого, но не знаю, как будто бы я уже подустал, как будто бы немножко лень стала. Вот, пойдем спустимся вниз, посмотрим, что ли. Вот, здесь внизу точно нужно сделать пару кадров красивых, потому что мы еще ничего не сфоткали. Здесь очень красиво. Ну, как бы, вот я спустился, и вот сзади меня вид. Сейчас спущусь прям к самой воде. Так, ну-ка. В общем, какой-то такой вид. Блин, будет смотреться очень, будет смотреться круто, на самом деле. Да. Да, да, да. Вот, и отсюда, и оттуда, я думаю. Что, не дают фотки сделать? Сейчас все порешают. Сейчас батя Алекс ее все порешает. Ну-ка. Поставь вопрос на этот, на перелом. Мне нравится чем-то. Ты серьезно? Серьезно. Я думал, ты хотел, когда уже там будешь, типа, когда ты уже договоришься. Я уже, типа, пошел поговорить, типа, я думал, блин. Когда ты пошел поговорить, тебе снимал, когда я видос. Я думал, типа, его-то можно было вырезать, типа. Я думал, ты сфоткаешь, потому что, видишь, есть же шанс, что он не этот, что он не согласится, он не согласился. Он записывает там, у него там осталось, все идет, именно минут на 10 или около такого. Такие у нас комнаты с кусочком бьется. Ничего, у него еще вторая есть, пишет. Как контент-мейкеры, блядь, блядь. Вы делали контента? Да? Вон там вот. Да. Я сделал. О, спасибо. Сделаю скриншот из видео, блин. Нормально. У тебя еще и о ком садится. А, кстати, а ты не о ком вернул? Конечно. У меня просто один с собой. Я один в камере. Ты один оставил там заряжаться. Разве? Да. Спасибо. Не, ну, вы видели, да? Типа, что я сейчас сделал? Я просто подошел туда, чтобы меня быстренько Даня сфоткал, чтобы потом этого чувака мы просто убрали, сфотошопили. Что получилось? Он сфоткал? Сфоткал? Да. Да? Покажи, дай посмотрю. У тебя на камере. Оооо. Мы приехали, наверное, до последней локации у нас на озере Рица. Открывается вот такой вид. Продолжение следует... И туда идти. Прямо. Нет, не за мной. Туда надо положиться. Да. Все. Так, в общем, фото не мы. Это, наверное, наше заключительное место здесь, в Абхазии, и, по крайней мере, на озере Рица. В каких местах не очень охота, чтобы не програнировать. Хочется просто бегать и посмотреть, и, наверное, просто насладиться видом. Вот. Поэтому я не очень так активно и много снимал, но, надеюсь, получилось что-то. И получилось более красиво, приятно. Вот. Напишите об этом в комментарии, если у вас, например, как-то получилось передать атмосферу этого места. Вот. Сейчас поедем, наверное, назад в Сочи. Может, остановимся еще где-нибудь по пути, если будет такая возможность. И, наверное, на этом все. Увидимся тогда уже из Сочи. Давай! 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 Йо, он сделает предложение! Просто сделать предложение в таком месте! Субтитры сделал DimaTorzok